Девочка-пай Всем доброго времени суток. У нас понедельник. Двадцатая, девчата, да, сегодня число? Да. Двадцатая число. Ой, что у нас вчера на улице творилось. В общем, целый день лил дождик и был ураганный ветер. Так, садись, я тебя причешу. Обувь можешь прямо сейчас одевать, а не чистые. И кофточку. Так, осторожно садись, аккуратно. Это я сегодня все прикручу. Смотрите, что у нас творится. У нас сломалась сидушка полностью. Она просто стоит и на соплях держится. Надо будет это все разобрать, вытащить сегодня и прикрутить, потому что это не дело. Короче, я на ней провалилась своим прекрасным весом. Садись, я тебя причешу. Две косички, как всегда? Да. Всем привет, скажи. Всем привет. Всем привет. Смотрите, кто к нам залетел. Мухи исчезли, зато теперь замерзшие стрекозы появились. Ну и что? Отогреваться больше, что ли? Ну, отогревается все. Здоровинное такое. На плед на мой село. Я надеялась, что солнышко, погода наладится, но нет. На улице моросит опять. Белье опять по всему дому. А там и красота. Вот это морда у тебя. Ладно, давай грейся. Так, девочки, ставлю хлеб. Девчонки уже убежали в школу, а я занялась. Как всегда. Одно и то же. Одно и то же. Целый час одно и то же, как мне пишут. Ну, как есть, что теперь. Так, это я подготовила. Соль, сахар и масло. Все, и мука. Потому что нам ничего не нужно, кроме дрожжей, правда. Еще дрожжи. Сейчас стаканчик процежу. И у меня этот стаканчик сломался, я все никак себе новую не возьму. В общем, мучиться с ним немного приходится. Чуть-чуть сделаю лишка. И пойду в магазин, куплю какой-нибудь пол палочки с копченой колбасы, полукопченой. И это, скажите мне, сделаю пиццу ребятишкам. На остатки. В общем, опять, как всегда, развезла суп с фарикадельками. Я уже сварила. Так. Полтора стаканчика насыпала. Теперь сахар. Чайную ложку я ложу. Можно еще чуть-чуть. Соли тоже. Также чайная ложка. Дрожжи у нас здесь. Дрожжи. А потом ставлю возле трубы, возле печки. И он у меня махом поднимается. Мешай! Я тебе сейчас дам! Насыпала я дрожжи. Целый пакетик. Размешала все это, блин, сухую. Мое любимое слово, блин. Но это для связки. Буду добавлять теплую воду, чтобы быстрее, быстрее поднялось. Ну, я так делаю. Не знаю, может кто-то по-другому как-то так делает. Стаканягу вылила. Размешала. Еще одну вылила. Но этого достаточно. Сейчас все комочки все-все-все размешаю. Нет, еще, наверное. Надо будет чуть-чуть воды, чтобы все вот это вот замещать. Потому что до такого количества теста это будет дрожжей много. Тем более нам надо чуть побольше теста, чтобы сделать ребятишка напротив. Не прям раскатаю и сделаю пиццу. Где-то, да, два с половиной стакана воды у меня вот таких вот ушло. В светофоре покупала. Все. Теперь. Кто-то вот такой вот опару оставляет и ждет, пока она поднимется, а потом замешивает. А я вот почему-то так, не знаю, не делаю. Может быть так лучше, не знаю. Я так не делаю. Я вот комочки все разытовываю, разбалтываю, чтобы все промешалось. Сейчас все и сразу замешиваю. И в процессе замешивания добавляю сливочное подсолнечное масло, девчонки. С маслом все-таки повкуснее. А, еще знаете, что я делаю? Потом уже, когда тесто готово, я еще сверху чуть-чуть масла поливаю, чтобы мукой не присыпать. Вот так вот делаю. Ну, короче, в общем, девочки, я не повар, честно. Полстаканчик отсажу опять. Это сейчас у нас уже получается два стаканчика тут по 250. Но это, конечно, мало. Еще чуть-чуть надо будет. Тебе сейчас повар из меня еще тот. Ну, тем не менее, девочкам очень нравится домашний хлеб. Ксюш, не стучи, в конце концов. Ну, что такое? Прямо же по голове мне вот это твое стучание. Ужас. Так. Еще полстаканчика. Ну, и вот этого, скорее всего, будет достаточно. Ну, итого получается примерно 750 грамм муки у меня уходит. Все. А теперь замешаю. А масло-то забыла добавить. Немного масла. Бахнула. Где-то, наверное, ловки поставить. Ига, вот теперь замешаю. Ну, вот муку я больше не добавляла. Добавила еще в конце чуть-чуть масла подсолнечного. Чтобы не добавлять муку. Вот. Все. Пускай оно у нас стоит. Сейчас я его поставлю на печку в теплое место. И пускай оно стоит, поднимается. И у нас будет две булки хлеба. Это получается 750 грамм муки. И хорошая такая на весь противень пицца. Пицца, пицца домашняя. Так что, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вот такое вот у меня воздушное тесточко получилось. Я его уже второй раз приминаю. Все. Нужно его, в принципе, в форму. И еще в формах оно будет настаиваться. Около часа точно. Ну что, я уже быстренько сбегала. Это мои покупочки. Это Сазона. А это в магнит зашла. В магнит косметик зашла. Кое-чего взяла. Ну, шибко ничего, конечно, глобального я не брала. Но самое главное, я взяла себе вот что. Шнур. Для зарядки от телефона. Представляете, утром просыпаюсь, а у меня телефон не зарядился. Стоит на 60%. И все. Ну и все, думаю. Закончилась моя блогерская деятельность. Сейчас, короче, буду подключать. Ну, я проверяла в магазине. Работает. Вот. Что еще я хотела сказать. Взяла моющие, моющие. Но еще, конечно, не все пришло. Добрый утро, ченечка. Так, все. Поставь, пожалуйста, на зарядку. Аккуратно, без варварских этих, дочек. Хорошо. Так, что заказала девочке я на озоне себе? Это не реклама, это я заказала себе. Азелит. Это буду сковородки чистить все. Потому что я их ставлю в духовку, девочки. И они очень быстро теряют нормальный свой облик. Да и не только. Вообще от газа, смотрите. Вот. Лучше просто побрызгать и промыть, чем шоркать все это и портить, короче. У меня грязная сковородка, конечно, ничего страшно. Утром завтрак делала. Ксюхи жарила яйца. Вот. Потом, смотрите. Посоветовали мне вот такую вот фирму. Крас немецкую. Для стирки типа очень хорошо. Кстати, азелит он той же фирмы. Вот. Это гель-концентрат. Бережное отбеливание, защита от серых оттенков. Это для белых вещей. Для стирки белых вещей. Взяла специально для рубашек девчонки. В школу ходит. Рубашек полно. Ну, хочу попробовать. Потому что рубашки начинают терять уже цвет, кстати. Хотя всего два месяца отучились. Рубашки вроде были хорошие. Ну, совсем если, конечно, застираются, будут стрёмненькие. Ну, после Нового года на каникулах возьмем новенькие. Так. Доча, держи. Я достану эту большую карабусю. Карабузьку, карабузьку. Это убираем. И это мы сейчас распечатываем. И это то же самое. Это для стирки я взяла. От сильно загрязненных пятен от всего там, блин. В общем, сейчас распечатываю, покажу. А то я сейчас наговорю. Для сильно загрязненных вещей, короче. Так вот делаем. Возьмем. Ну-ка, Доня, открывай. Все же аккуратно только. С другой стороны теперь. Ага, молодец. И здесь вот они. Че такая духота дома? Ну, наконец-то у нас немного стало теплеть. Вот он, наш баллончик. Доня, коробку тяни. Он на пол ее... Оба! Не буду ее ставить на стол. Вот такое вот взяла. И прям сегодня же опробую. Буду стирать постельный белье. Че-то мне кажется, что он жидкий какой-то, нет? Все красится. Да нет, не кажется. Прям жидкий. Как будто разбавленный, блин. Не кажется, не кажется. Ну-ка, откроем. Может, я преувеличу. Донь, держи. Крепко держи. Слушай, нет, не открытый. Так, ну, девочки. Ну, это подделка. Это не настоящий гель. 100%. Тут должно по-немецки написано быть крас. А, написано, написано. Меня просто предупредили. Нет, не написано. Ничего не написано. Должно быть. Сейчас я позвоню Светке, узнаю. У нее написано, нет было. Сказали, если ничего тут не написано, на этой золотинке, значит, это самая подделка. Вот сейчас позвоню. Света это мне рекламировала. Говорила, очень хорошее. Прям понравилось ей. У нее так же было, нет. Вещи, говорит, отстыривать на ура. Вот. Ну, потом о результатах сообщу. Продала за него 500 рублей. Но он был там у них по какой-то типу акций. То ли Черная Пятница у них шла, то ли что. Вот. А так он рублей 700 стоит. Ну, посмотрим. Ну, мне очень кажется, что он жидкий. Вот прям я уверена в этом. Еще будем распаковывать дальше. Курица у нас там. Я взяла две курицы. Потом смотрите, что заказала, девочки. Это будем делать тортики и для суш тут с насадками. На, Доня, прибирай. Ну, тортики я хочу. А тут что, я не помню. Убрала уже, не помню. Ненормально и нет вообще женщины. Гол, гол. Ну, это еще, блин, не все пришло. Я еще... Доня, открывай. Баллон этого заказала. Большой шампунь. Так, а это я уже в Магнит Косметик себе купила. У меня были бонусы. Я еще 200 рублей бонусов добавила. Стоил он 250, по-моему, что ли, по акции. Потом вот такое мыло взяла. Я его всегда беру. 119 рублей. Тоже по акции. Синергетик. И взяла себе вот такой крем для рук попробовать. Руки у нас смажем. И я, и Женя, и все. Это бельки. А, да-да-да-да-да. Все, вспомнила, что это. И это же я себе взяла девочки мои. Ничего, да, что я на полу. Так, по-домашнему. Бутылка масла. Мальфяха кефира. Там две курицы и дрожжи. Все. Дрожжи по 23,90, по-моему. Курица сегодня взяла вот такие. Благо я. Одну сегодня запечем. Одну в морозилку разделаю. Морозилку на супчик. Так, ну ладно, не суть. Может даже на супчик не это, а так заморожу. По английски очень мелко. Еще там не написано. Вообще прям видно, что он разбавлен водой. Он жидкий. Так не должно быть. Это гель-концентрат. Там написано, что это гель-концентрат? Концентрат. Ну сейчас позвоним. У нее так же было, нет? Я брала гель. Он должен быть густой, блин. Одно расстройство. Ладно. Взяла себе, короче, вот такую вот караосину. Это тоже караосины. Буду запаривать. Хочу пару месяцев попить. Очистить полностью свой организм. Он очень полезен. Кому интересно, почитайте свойства. И для диабетиков очень полезен. Он восстанавливает вот этот вот отвар. И давление. У него свойств очень много. Говорят, у кого болят суставы, воспаление снимает. А у меня это триндец. Вообще все болит. Особенно правая рука у меня болит. Вот. Видать, я натрудила ее в свое время. Я не говорю, что я сейчас впахиваю как конь. Но тем не менее, остаточные у меня после работы остались. Вот. Хочу вот это дело пропить. Пропить. И посмотрим, что из этого выйдет. Очень много докторов смотрела. Очень много читала про эту осину. Свойства у нее просто нереальные, феноменальные. Скажем так. Еще знаете, что девчонки хочу? Посадить микрозелень брокколи. Вот. Семена, скорее всего, я еще пока у нас в станице не нашла. Надо, наверное, в семенной сходить. Узнаю там, почем. Потому что они дорогие. И посмотрю, сравню. Может быть, на зоне закажу. Хочу посадить микрозелень. Хочу ее есть тоже всю зиму. Там она тоже у нее свойства офигенные. Именно вот у микрозелени. Брокколи вообще самый полезный продукт. Но микрозелень, она усваивается лучше. Вот. И, короче, суть в том, что хочу посадить микрозелень и немного витаминизироваться. И не только я. Я хочу этим даже к осине обязательно легкую буду поить. Даже если фон будет сопротивляться. У него выбора нет. Я его заставлю это делать. Мы будем пить осину с ним всю зиму. И он, и я. И еще и микрозелень заставлю жевать всю семью. Так что, вот такие планы. Надо купить семена и посадить. Ну, буквально вот скоро вы все увидите, как я это сделаю. Вот, как-то так. Ладно, я сейчас с этим гелем-концентратом разберусь. Пока я пленку снимать не буду. Позвоню подруге, узнаю. Это. Такой у нее гель был жидкий. Ну, что-то мне не нравится. Ребятки, заказала я не тот концентрат вообще. Мне прям саму на себя вот так вот придушило бы, а. Отзывы на нем были очень хорошие. Я, короче, сосклипу взяла не тот. Там маленький кругляшок, на нем написано крас. Для белого белья я заказала тот гель. А для стирки, ну, обычно, обыкновенных вещей не тот. Ну, теперь будем это пользоваться. Что делать, блин? Они просто очень-очень похожи. Очень. Ну, посмотрим. Отзывы хорошие. Может, и понравится мне. Может, я зря сейчас переживаю, возникаю. Ну, что? Сейчас буду ставить хлебушек в духовку. И курицу на вечер замариную. Ксюха просит курицу уже какой? Второй, третий день, да, Ксюх? Да, ну, картошки сегодня у нас не будет. Надоело эта картошка. Вместо этого я гречку поставлю, да? Да, да. Полезно. Нет, картошка надоела. Нет, мягкий сил уже. Вот. И почитаю вот эту вот свою осину, не осину. Ну, в общем, дела сейчас буду делать. Ксюша, а время сколько? Через сколько тебе в школу? 11-6, а в школу у меня в 12-20. 12? Урок. 13-20. 13-20, урок. Ну, все. Время у нас еще есть. Я сейчас тут пей кое-что и сделать. Ладно, как-то так вот получилось. Так, девчонки. Одну курицу распаковала, помыла. Не солила даже. Залила соевым соусом и немного майонезу. И вот такой вот соус. Он хорошо соленый. Его прям сюда. Вместо соли. Вместо всякой приправы. Само то. Все. Это тоже оставляю часа на 3-4. Прямо до вечера. И пускай она маринуется. Буду ее так переворачивать маленечко и все. Сейчас чем-нибудь накрою. Смотрите, девочки, что я делаю. Из остатков теста. Будет у меня две разных пиццы. Половина будет с кетчупом. Половина с майонезом. Сырок. Колбаска. Сырок. Просто на разных терках потертый. Вот такого красоту я сегодня замутила. Наложили колбаску. И теперь сырочком все это дело посыпаем. И будет вкусняшка. Девочки, смотрите, какую я красоту приготовила. Я ее уже порезала. С огурчиками и просто с колбаской. И, естественно же, хлебушек. Как без него. Все, засунула курочку. Ждем курочку. Ты будешь пиццу, звезда моя? Ну, бери. А спасибо. Спасибо, мама. А что, Ину, поправить? И пошла свинячка. Ко мне приехала Светлана. В гости. Зачистила, скажи. Ну, что такого? Посидели тут с ней маленько поработали. Чайку попили. Вот, сейчас Игорь с работы приедет, заберет ее. Че ей одной дома сидеть? На улице дождик льет, да? Спать только. Да нет, я же по делу-то приехала. Да ладно, ты всем-то не рассказывай. Я у себя на канале расскажу, почему я приехала. Да, мы тут настройки в ноутбуке у нее делали. Она расскажет сама, что почем. Потому что я не сильно же, сильна в этих технологиях новых. Дети далеко. Все-все она понимает. И показываешь, она сразу все понимает. Елена, у меня четвертый ребенок. Я что ли? Ну, у меня трое моих. А я четвертая, да? А ты четвертая у меня. Вот и помогаешь же мне. Ну да, все, понял. Я не знаю, что бы я без Елены вообще б делала. Да, друзья. Подписывайтесь к Елене на канал. Ну, это я скажу на своем канале. Ладно, все. Ну, все, друзья, будем... Ой, Женя тут. Все, друзья, будем заканчивать этот ролик. Мы сидим тут с тетей Светой чай пьем. Поэтому как-то так. Сегодня как-то так. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok